В конце июля рязанцы объединились для того, чтобы реализовать автофлэшмоб. Из машин, которые были выстроены на парковке крупного гипермаркета, получился парашют, символизирующий наш город. Акция была проведена 29 июля в честь Дня города и в преддверии Дня ВДВ. Так как Рязань – это столица ВДВ, они решили сделать купол. Мне эта идея показалась очень интересной, патриотичной. Чтобы выстроить четкую фигуру, участникам и организаторам пришлось трудиться на протяжении нескольких часов. В это время для собравшихся была организована развлекательная программа. По опыту прошлых мероприятий стало очевидно, что людям интереснее принимать участие во флэшмобе, когда вокруг происходят дополнительные увеселительные мероприятия. И организаторы флэшмоба с парашютом не прогадали. В этот раз людей, стремящихся присоединиться к акции, оказалось больше, чем при первом флэшмобе, который они проводили в начале текущего года. В преддверии Нового года по всей России, во всех городах прошли так называемые новогодние автофлэшмобы. То есть это автоелки, автомедведи. Но мы немножко запоздали, потому что проводили опрос среди участников. И они сказали, что да, хотелось бы, но нет времени. Поэтому выбрали почему-то подходящее время после новогодних праздников. Но не захотели повторяться с новогодней тематикой, захотели что-то именно про Рязань. Любим очень наш город. И решили выложить не очень такую легкую фигуру. Это рязанские купола нашего Кремля. В этой акции принимали участие более 100 человек, свыше 60 автомобилей. И зимой, в отличие от летнего флэшмоба, у организаторов не было возможности забраться на высокое здание, чтобы скоординировать автомобили. Поэтому они регулировали порядок их построения, в том числе с помощью квадрокоптера. Следующий флэшмоб от этого сообщества ожидает рязанцев совсем скоро. Но это не единственное, чем занимаются активисты. Вы можете присоединяться. У нас есть сообщество ВКонтакте в социальной сети «Автолюбители Рязани». Мы очень дружелюбные. Мы ездим каждую неделю с палатками, отдыхаем, развиваемся, помогаем приютам для бездомных животных, ездим в дом ребенка. То есть каждый может присоединиться мне, написать. А идеи мы берем все от наших подписчиков. Так что любые идеи, которые предлагают сами рязанцы, могут воплотиться в жизнь. Стоит заметить, что несмотря на то, что тот же парашют был выстроен за пару часов, подготовка к мероприятию шла на протяжении полугода. Так что чем раньше вы предложите свои свежие мысли или отреагируете на репост о предстоящем флэшмобе, тем интереснее он получится. Желаем всем рязанцам удачи в воплощении своих идей, а организаторам легкости в их проведении. Поскольку такие мероприятия действительно важны, они поднимают патриотизм горожан и объединяют их в едином позитивном порыве.